Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Мы в Second Hand. Смотрите, какую ткань нашла. Это Ikea. Где-то здесь была подписана. Вот. Ikea 2010 года. Хочу ее купить, во-первых, потому что она хлопковая, очень плотная. Это новая ткань. Скорее всего, она использовалась для какого-то фона. Здесь такие чуваки классные. Ее здесь было много. Взяли ребята тоже себе такую, наверное, для фото, для фона, для фоток. Но нужно смотреть, где есть дырочки и гвоздики. На некоторых я нашла, поэтому думаю, что, скорее всего, использовалась именно для этого, для какого-то фона. Я ничего подобного никогда не видела у Ikea. Если честно, я хотя бы постоянно мониторю их продукцию. Ну, классно, скажите. Я взяла несколько таких отрезов. Такая бабка. Несколько таких, которые получше. Хочу, знаете, что сделать? Пошить подушки для дивана на террасу. Мне кажется, было симпатично смотреться. Так, веселенько, по крайней мере. Ну и ткани... А, вот видите гвоздики? Не знаю, пока мне хочется их взять. Их несколько. Вот еще и еще и еще. Вот. Так что я очень довольна. На самом деле, я сегодня ничего практически не взяла. Но в основном только для себя. Ну, рада еще вот такой вот находке. Такой пуховичок Давиду. Яркий. Вроде бы как не на мальчика, но это мальчуковая курточка. И она... Это пуховик именно. 90%. Так что, конечно же, да, постираю. Ну, состояние идеальное просто. Как новая вещица. Хочу взять. Затем вот такой я нашла платок. Он с дефектами. Он не идеальный. Здесь вот, видите, карты какие-то нарисованы. Вот. Ну, цвет красивый. Хочу взять для каких-то образов, может быть. Потому что мне понравилось. Качество обалденное. Так, дальше. Что взяла? Такую вот очень крутую винтажную рубашку. Посмотрите. На винтаж прямо... Прям видно чувствуется. Здесь размер 40-й. И бирка не сохранилась совсем. От нее практически ничего не осталось. Но если посмотреть, присмотреться, то там можно найти, где написано, что это 100% вискоза. Ну, и так, в принципе, тоже чувствуется, что это 100% вискоза. Такие розы. Она такая очень пестрая. Но если ее правильно стилизовать, мне кажется, она будет смотреться очень круто. Я люблю такие вещи. Так. Вот этот пулловер взяла. Он висел в мужском отделе. Здесь чувствуется кашемир в составе. Здесь написано... Я не знаю, что это за бренд. Сейчас посмотрим состав вместе с вами. Так, вроде посмотрела. Дефектов нет. Так, где он этот состав? Кашемира совсем мало. 40% вискозы, 30% полиамида, 25% шерсти и 5% кашемира. Оставлю его здесь в магазине. Так. Потом вот такое вот пальто. Хочу его оставить, потому что мне не нравится его вид внешний. Его нужно отдавать в химчистку для того, чтобы распушить вот эти севшие. Ну так в целом оно не село и не деформировалось. Ну вот, видите. В общем... Вообще отпариватель неплохо справляется, но я свой уже выбросила. Нужно мне подобрать. Я хочу парогенератор себе купить и уже больше не париться с этим. Говорите, наливай дистиллированную воду в отпариватель. Не будет проблем. Девчонки, у меня такие масштабы отпаривания ежедневно. Я тоннами отпариваю одежду, поэтому дистиллированной воды не напасешься. Я заливаю обычную фильтрованную, но там соли в любом случае образуются. И, ну, в принципе, я не могу ничего плохого сказать про свой. Он прослужил очень много лет, если учесть, сколько он стоил изначально. Самый бюджетный из возможных. Так что я, в принципе, даже и довольна своему подпаривателям. Для бытового пользования неплохо. Вот в таких оправных шлиных масштабах, в кавычках, как у меня, для этого он не подходит. Так, дальше. Вот эти платки все оставляю здесь, потому что они не шелковые. Вот этот очень красивый. Ну, тоже не шелковый, это плестрый. Прям такой противный на ощупь. Хотя цепи, короны, это моя тема. И что еще? По сумкам. А, прежде чем перейдем к сумкам, такая вот юбка шелковая. Это находка дня. Есть два пятнышка. Очень-очень надеюсь, что я их выведу. Мне кажется, что они вообще посажены здесь в магазине. Юбка выглядит очень круто. Такая бархатистая на ощупь. Бренд, вот он здесь указан. И она большая, мне кажется. Но дома уже после того, как приведу в порядок, покажу вам на себе. Потому что так выглядит одним куском ткани. О, где-то еще состав я. Вот, стопроцентный шелк. Так, грохочет эта музыка. Это ужас какой-то. Сумок взяла много. Но я когда вот так присаживаюсь, обязательно надо мной кто-то должен стоять и шуршать по моим вещам. И я-то отвлекаюсь с вами, болтаю. А мои вещи могут пропасть прям. Так, значит сумка. Сумка, она не идеально чистая. И я ее здесь вот попробовала где-то вот влажной салфеткой. Вроде бы немного отходит. Я думаю, сидельное мыло с ней справится. Потому что качество кожи очень приятное. И мне хочется ее взять. Ну вот, у меня чуть не забрали вот эту корточку. Я-то ради нее, можно сказать, сюда и пришла. В общем, сумку хочу взять. Попробуем. Посмотрим, что из нее получится. Потому что форма мне ее нравится. Ее видите, вот здесь вот карабинчик так переставили. Но вот ручка совсем грязная. Карабинчик переставили так, но можно прям длинную-длинную ручку из нее сделать. Вот видите, в два слоя. А можно и в один слой. Ну, в общем, вы поняли меня. Так, вот эту не хочу брать, потому что она какая-то страшная. На вид она не выглядит опрятно. И несмотря на то, что она кожаная, ее нужно полностью окрашивать пульверизатором. Тогда она будет красиво смотреться. Некоторые мне пишут, что это такая кожа. Но есть такая кожа, которая неравномерная. Но это, мне кажется, вообще не тот вариант. Она как будто и поцарапанная. В общем, мне не нравится. Оставляю здесь. Эту тоже оставляю здесь, потому что она вот с такой вмятиной от кнопки. Здесь прям протерлось темное пятно. Ну, и я с этим не справлюсь, поэтому тоже оставляю. Обрадовалась. Я вот так издалека, когда увидела вот эту сумочку-мешок. Или рюкзак. Что это? Сумка. Обрадовалась ей, потому что я ищу вот такого цвета сумку. Мне очень нужна. Я обожаю этот цвет. Эта осенью я чувствую, что это будет мой цвет. На первый взгляд она кажется кожаной. Но потом начинаешь разглядывать и понимаешь, что она совсем не кожаная. Вот обычно, если есть вот такие трещины, и вам кажется, что кожа зернистая, ну, то есть кожа выглядит, как будто зернистая, есть трещины, то это не кожа 100%. Это Зара, кстати. И смотрите, как делают. Прям имитируют кожу. Ну, это не кожа. Здесь написано, что это Зара. Так что я эту оставляю. Эту тоже оставляю. Это летняя такая сумочка. Ручная работа, видно. Здесь есть пятно. Вот. Ну, и она маленькая, я ее не хочу. Эту обувь, не знаю, брать или нет. Тоже грязная, надо бы чистить. Ну, очень мягкая кожа. Прям настолько мягкая. Конечно, они будут очень удобны в носке. Размер 39. Но мне хочется, чтобы они стали выглядеть лучше, чем вот сейчас. А я не уверена, что получится. Тоже подобную полдобу. И сегодня вообще обуви нет. Прям пустые полки. Вот эта винтажная сумка, она не кожаная. Я не хочу ее брать, хотя состояние у нее очень даже неплохое. Вот эта сумка похожа на кожу по потертостям. Но это тоже не кожа. Какой-то полиуретан очень интересный. Форма мне ее нравится. Состояние хорошее. Но тоже оставляю. Так как я эти сумки продаю, я ищу все-таки кожаные вещи. А вот эту не знаю, что с ней делать. Она с таким напылением, с такой бахромой. Вот не знаю. Сейчас я ее посмотрю. Осмотрю на дефекты. Здесь есть, по-моему, один дефект какой-то. Да, я где-то видела, что-то где-то там распустилось. Как она выглядит. Фокус темно-синего цвета. Вот. Не знаю, сейчас посмотрю. Я пока еще не решила. Длинного ремешка нет. Только короткие ручки остались. Все, я нашла ее дефект. Вот он. Там, где был длинный ремешок, вот возле шлевки, здесь дырка. Ну, кожа мягкая. Неудивительно, что это случилось. Поэтому тоже оставляю в магазине. Такая вот петрушка. Вот эта сумка только, наверное, ее возьму. И то не уверена. Ну, а пуховик повезло. Не зря пришла. Ну, и юбка, конечно, классная. Ну, а ткань вообще чудесная. Так что не зря по-любому пришла. Часто просите меня показать, как я привожу вещи в порядок наглядно, на наглядном примере. На самом деле у меня есть несколько роликов, где я все рассказываю про кашемир, как за ним ухаживаю, как его стираю, как его сушу, как его отпариваю. В общем, все-все-все подробно. В правом верхнем углу сейчас выплывет подсказочка. Можете пройти, посмотреть. Но вопросов все равно очень много, чтобы я показала на наглядном примере непосредственно. Поэтому я выбрала вот такой вот, на мой взгляд, прям страшный кардиган. У него просто потрясающий состав. Очень хороший кардиган. И забегая вперед, должна сказать, что вещи я продаю. Поэтому стараюсь максимально покупать новые вещи, насколько это возможно в секонд-хенде. Ну, по крайней мере, в идеальном состоянии, чтобы они были. Такие вещи я не покупаю. Но для чистоты эксперимента мне захотелось купить максимально убитую вещь, чтобы показать, что даже у такой вещи есть неплохая перспектива. И в нее можно вдохнуть жизнь. При большом желании, приложив немножечко усилий. Купила его в день завоза, хотя в таком состоянии он бы довисел, наверное, до каких-то еще скидок. Даже, может быть, до последнего дня довисел бы. Но у меня не было времени искать более убитый свитер. Поэтому я взяла вот этот кардиган. Бренд мне этот очень нравится. Я очень часто покупаю изделия от этого бренда. И они носятся просто на ура. Давайте посмотрим состав. 28% вискозы, 20% шелка, 20% шерсти, 15% полиамида, 10% кашемира и 10% ангоры. Очень хороший состав. Это кардиган. Однозначно будет теплым. У него хороший красивый цвет, насыщенный. Цвет не полинял. Поэтому еще есть надежда, что он будет спасен. Мне понадобится вот такая вот машинка от катышек. На самом деле использовать можно любую. Но мне нравятся вот такие вот от сети, которые работают. И именно в этой большой минус то, что вот эта крышечка не плотно закрывается. Она может просто улететь во время работы и разбиться. Поэтому я ее фиксирую такой резинкой. Лайфхак от меня. Давайте почистим ее от катышек, а потом постираем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У меня уже полный резервуар. Я хочу постирать дальше эту вещь. Стирать буду обычным шампунем. Детским можно. Но обычным шампунем. Любым средством, в принципе, возможно, в которых не содержится щелочь. То есть хозяйственным мылом желательно не стирать. После стирки, так как это смесовая ткань, могут проявиться еще катышки. Я снова пройдусь машинкой. Стираю я вручную. При выжимании не выкручивать. Главная вещь, чтобы она не деформировалась. Я люблю заматывать в махровое полотенце, чтобы полотенце впитало в себя лишнюю влагу. А потом вот так, в горизонтальном положении, просто распределяю и оставляю вещь подсушиться. Ну что, кардиган уже высох. Кое-где снова появились катышки. Я их сейчас опять почищу машинкой. Я несколько раз, на самом деле, высыпала из резервуара вот этот ворс, потому что его очень много, катышек было много, но он начал выглядеть более-менее, разве что мятый. И кто смотрит меня постоянно, знает, что у меня полетел отпариватель. Но это даже и к лучшему, потому что вы меня спрашиваете, как можно привести в порядок вещь без отпаривателя, просто утюгом. Поэтому сейчас будем старым, добрым, дедовским методом утюжить. Мне понадобится отрез марли. Несколько слоев его сложила, отрезала сколько мне нужно. Я сейчас его смочу водой, прям так хорошенечко мочу, отожму. Вот смотрите, специально обработала только вот эту вот часть, половинку, чтобы показать, что обычный утюг самый простой. Тоже справляется очень даже неплохо, можно обойтись и без отпаривателя. По такому же принципу вторую половиночку сейчас пройдем. И все, мне кажется, вещь действительно преображается. Это очень приятно, когда наблюдаешь какую-то старую ветошь, по-другому не назовешь этот кардиган. Когда-то он был пару дней назад буквально, он выглядел совсем-совсем плохо. Сегодня мы с вами вдохнули в него жизнь, от этого мне прям приятно становится на душе. Я люблю такие метаморфозы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok